Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите, но уже догадались, кулинарную пропаганду. Сегодня я наконец-таки решил вам показать рецепт приготовления чпачмаков. Традиционных татарских пирожков. Чпачмак в периоде треугла. Я вам уже говорил, что родился и вырос в татарии. Я вам уже даже показывал рецепт традиционного татарского пирога. Зурбалиш называется. Щелкайте сюда и смотрите. Ну или заглядывайте в описание видео. Где-то вот здесь вот не вижу. Ну, короче, где-то здесь кнопка «Еще». Щелкайте и в раскрывающемся списке смотрите. Там и перечень ингредиентов будет, и пропорции, и ссылки на те ролики, которые я сегодня называю. Я почему тут такие подробности насчет функционала платформы YouTube показываю? В последнее время пошел какой-то вал вопросов. Где посмотреть? И тому подобное. Такое впечатление, что на YouTube разом пришла толпа народа, которая раньше эту платформу игнорировала. Ну да ладно, ближе к теме. Пройдем и приступим. Тесто для чпачмаков я делаю такое же, как на белиш. Это у меня утиная шкурка с утиным же салом. Мне надо вытопить жир, для этого и нарезаю. А шкурка эта осталась, кстати говоря, от приготовления утиной грудки. Если кто-то пропустил, щелкайте сюда и смотрите. Да, так вот, насчет татарской кухни. Есть такой известнейший автор, Юнус Ахмедзианов. Он и сам молодец, и книг у него много издавалось в середине прошлого века. На него принято ссылаться, когда речь заходит о правильной татарской кухне. Так вот, он пишет, что чпачмаки готовят как из дрожжевого, так и из бездрожжевого теста. Пусть вытапливается, а я тем временем мясо порежу. Так вот, насчет Ахмедзианова. Я не пробовал блюд им приготовленных. Но то, как написана книга, по моему глубокому убеждению, иначе как вредительство назвать нельзя. Поясню. Вот я родился и вырос в татарии. У меня там куча друзей. И за то время, пока я там рос, учился в школе, я побывал на целой куче всяких дней рождений, праздников. И перепробовал целую кучу всяких разных балишей от самых разных хозяек. Про шкварки не забываем. Чем меньше ленилась хозяйка, чем мельче она резала картошку, тем вкуснее пилишь. Идеальный размер – кубики со стороной 5-6 мм. При таком размере картошка дает в бульон гораздо больше крахмала, потому что чем мельче нарезка, тем больше суммарная площадь поверхности этой самой картошки. А, соответственно, чем больше крахмала, тем более густой бульон получается. Тем больше это похоже на соус. А когда куски мяса с картошкой размером с грецкий орех, как это рекомендуют в своей книге Ахмедзянов, это уже не пирог получается, а какая-то просто вареная картошка с мясом. Ну да, под тестяной крышкой. Еще один момент. Теперь лук. Второй момент. Он в книге вообще не уделяет внимания температурным режимам выпекания, последовательности и тому подобному. Да я вам зачитаю сейчас. Специально распечатал. Так. Верх белиша смазать маслом и посадить в печь или в духовку. Если печь жаркая и верх белиша может подгореть, накрыть подрумянившийся белиш сырой лепешкой с ржаной муки или влажной бумагой. Белиш держать в печи час-полтора, затем вынуть, открыть пробку, влить заранее приготовленный бульон, закрыть белиш пробкой и снова посадить в печь на 30 минут. Перед тем, как подать белиш в сковороде на стол, в него еще долить бульон. Ничего не сказано, что бульон нужно доливать кипящий. Вот представьте, вы никогда этот белиш не готовили. Как готовить, не знаете. Может быть, только видели на картинке. И нальете в этот пирог, который достали в середине готовки из духовки, бульон комнатной температуры. И после этого, как рекомендуют Ахмазианов, подождете 30 минут до готовности. Да за эти 30 минут этот бульон комнатной температуры даже до кипения не нагреется. Чего же говорить про то, что в этом холодном, по сути, бульоне может картошка свариться? Ну, полное безобразие, я считаю. Потом, еще момент. Если он говорит про время, час, полтора, 30 минут, тогда нужно указывать и температуру в духовке или в печи. А если он не указывает температуру, то какой смысл говорить про время? Ну, оно же разное получится. Если у вас в этой вашей печи в духовке будет 170 градусов или 220, время тоже изменится. К чему эти цифры тогда? Тогда нужно вообще забыть про время и про часы, а отталкиваться от каких-то внешних параметров. К примеру, проделывать следующую процедуру, ну, по наливанию бульона, после того, как балиш начнет зарумяниваться или станет совсем коричневый. Следующую партию, там, допустим, после того, как налили бульон, вытаскивать его после того, как картошка станет мягким, для чего нужно открыть пробочку, потыкать вилкой там. Ну, какие-то такие моменты. А так, по сути, не книга, а какая-то порнография, честное слово. Прям зла не хватает. Короче, не книга рецептов, а скорее рассказ в духе. А вот есть еще такое блюдо из примерно таких продуктов. Ну, очень вкусное. Ну, как готовить, догадайтесь сами. В общем и целом, есть огромнейшая проблема с поиском нормальных источников информации по татарской кухне. А жаль, татарская кухня – это классно. Ой, а тем временем жир вытопился, шкварки пойдут в начинку. А жир – это основа для теста. Вообще говоря, татарскую кухню, в первую очередь, отличает очень активное использование животных жиров. Да, не самая диетическая пища, но чертовски вкусная. Займусь тестом. К растопленному жиру отправляется сметана, можно использовать несладкий йогурт, соль и немного питьевой соды. Еще раз напоминаю, что все пропорции в описании видео. Да, я знаю, что у Ахмедзянова про соду ничего в рецептах не сказано, но еще раз напоминаю, что я перепробовал огромнейшее количество разных балишей от разных хозяек. И давно для себя сделал вывод, какой тест вкуснее. А теперь вымешиваю. Размер нарезки картошки Ахмедзянов рекомендуют с лесной орех. Нет, может быть, конечно, полвека назад лесной орех был в три раза мельче, чем сейчас, но отказать. Режу мелко, как можно более мелко. Да, давайте-ка я воду скипячу. Дело в том, что в начинке очень хорошо звучит лавровый лист. А вот когда он попадается на зуб, это не очень приятно. Поэтому листики лавра лучше отварить отдельно в небольшом количестве воды. Вот столько, пожалуй, хватит. Да и соль можно сразу положить, пусть растворяется. Равномерная начинка просолится. А картошка надо все-таки дорезать. Да, не очень быстро. Да, муторно. Но лениться не надо. Результат вас порадует. А тесто замесилось. Смотрите, какое жирное даже на ощупь. Эластичное, гладкое. Надо его завернуть в пленку. И пусть под пленкой полежит. Пока буду дорезать картошку, глютен в тесте окончательно набухнет. И тесто станет еще более эластичным. Хотя, казалось бы, куда уж больше-то. Насчет соотношения картошки к мясу и сорта картошки. Для беляша и чпачмаков картошку надо набирать как можно более крахмалистую. Чтобы она как можно лучше разваривалась. Кстати, отвар, наверное, уже готов. Отключу нагрев. А по количеству максимум треть мяса, две трети картошки. А лучше даже четверть мяса, три четверти картошки. Мясо здесь только для аромата. И, конечно же, как в случае с беляшом, вкуснее всего чпачмак из гусятины с картошкой. Но с говядиной тоже неплохо. Остается добавить перца черного побольше. Добавить отвары лаврового листа. Посолить, если вы отвар не солили. И перемешать. Перемешать как можно лучше. Еще лучше. Как раз на этом этапе можно и на соль проверить. Нормально. Можно приступать к сборке. Тут все очень просто. Раскатываем комок теста в круглую лепешку. Ну, настолько круглую, насколько у вас получится, конечно. Укладываем начинку. Если мясо было нежирное, вот как у меня, надо обязательно положить кусочек сливочного масла. Положите, положите. Порадуйте себя. Худеть начнем завтра. А теперь вот так вот защипываем. Сначала с одной стороны. Затем с другой стороны. А теперь третий шов. Наверху оставляем отверстие. И каждый шов надо заплести. Из меня, конечно, заплетальщик тот еще. И в таком духе лепим остальные чмачмаки. Позовите домашних на помощь. Или друзей. Гуртом и батьку бить проще. А теперь отправляем в духовку. Она у меня нагрета предварительно до 190 градусов. На какую по высоте полку ставить, зависит от характера вашей духовки. У меня она печет очень равномерно. Поэтому сразу после зарумянивания приходится проверять. Я вилочкой достаю кусочек картошки из серединки и разминаю пальцами. Если еще сыровато, накрываю фольгой и жду готовности. Ну, вы свою духовку лучше меня знаете, правда? Ждем. Так, прошло 50 минут и все готово. Конечно, сейчас они пока еще очень горячие. И надо набраться терпения и подождать. Пусть слегка остынут. А тем временем чай завалится. И чмачмаки без горячего чая – это нонсенс. Как говорят у меня на родине, чай не пил. Откуда сила? Чай попил совсем ослаб. Ну, будем считать, что все готово. Уже не терпится попробовать. Главное, не обжечься. Обожаю татарскую кухню. Вкус детства. А у вас есть такие блюда, что вот откусил и тебе снова как будто 5 лет? Это классно. С горячим сладким чаем. Понравилось? Приготовьте. И поделитесь этим видео с друзьями. Там ниже кнопка есть такая – поделиться. Спасибо за компанию. Рахмет. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...